А'удзу биллахи мин аш-шайтан р-радим. Бисмиллахи р-рахмани р-рахим. Мы сказали, что посещение могил в своей основе оно разрешено, является мустахаббом. Потому что пророк сказал, что посещать могилы являются напоминанием Ахирата. И он очень часто посещал могилы в Медине Бакеа, в Кладбище Бакеа. И незадолго до своей смерти он также молился за шахидов Ахуда. И посещение могил разрешает шариатам для того, чтобы обдумывать то, чтобы человек думал, что он тоже умрет, что он не вечный. И шариат разрешает посещение могил мужчинам, но ученые гласили свое мнение насчет женщин. Ибо пророк сказал, прократи Аллаха над посещающими женщинами могилы. Из ученых есть такие, которые сделали посещение могилы женщинами запретным, а есть те, которые сделали нежелательным. Потому что женщины слабые сами по себе, они могут не контролировать свои чувства. И поэтому, что касается женщин, то ученые разошлись во мнении. А в своей основе посещение могилы разрешено. Затем, после этого, посещение определенных могил, в шариате мы не находим доказательства в пользу этого вопроса. Но любая могила, которую человек посещает, он обдумывает то, что сам умрет, и сфаминад ахират, это разрешено. Теперь, что касается ваших слов. Разрешается человеку пойти к могиле определенного шейха, устаза или какого-то человека, и делать, возносить молитву от этой могилы, и думать, что эта молитва примется Аллахом. Но человек может, входя, например, на кладбище, читать ту молитву, которую читал Пророк, и так далее, до конца этой молитвы. И этот человек молится за умерших. Но что касается, если он молится перед этой могилой, думая, что эта молитва приняется Аллахом, и думает, что Аллах может не послать на него милость, и примет эту молитву, то есть здесь никакой долилы нет, ибо имам Малик, рахиму Аллах, запрещал возносить молитву у могилы Пророка. А что касается других могил, то это тем более не решается. Что же касается того, что человек идет на могилу какого-то хусейна или зайна или кого-то, и возносит молитву у этих могил, и все это приближает к ширку. Почему? Потому что он посвящает вид ибады не Аллаху. Если он попросит этого умершего, чтобы он исцелил его болезнь, или вернул ему потерю, или попросит что-либо, что имеет право просить только у Аллаха, то он совершает большой ошибок. Всевышний Аллах сказал в Коране, воистину места поклонения принадлежат Аллаху, не возносите молитву никому, кроме Аллаха. не к живому, не к мертвому, кроме Аллаха. Кроме как вознесение человеком просьбы к живому, в том вопросе, что он может за него сделать. И пророк сказал, если ты просишь, спроси у Аллаха, если ты ищешь помощь, ищи помощь у Аллаха. Теперь остался вопрос, тема, чтение Кур'ана около могил. Если мы вернемся к жизни пророка, сколько пророк похоронил людей, сколько он похоронил своих сподвижников, из семьи. И все действия пророка отображены в книгах Сунны. Разве пророк читал хоть один аят, или часть аята из Кур'ана, над умершим, над хоть одним умершим? Он очень часто хоронил, иногда приходил задолго до того, как приносили насилки с мертвым. Разве мы находим что-либо? Всевышний Аллах не спасал Кур'ан над пророком для того, чтобы этим Кур'аном пророк оживил умму. Для того, чтобы они думали, обдумывали аяты Кур'ана. И жили по Кур'ану, по законам Кур'ана. А тот, кто умер, он уже никакой пользы не возьмет. И он не слышит Кур'ан. И я не могу, как говорят некоторые ученые, я возношу вознаграждение за прочитанный Кур'ан, за душу умершего. Я не владею этим вознаграждением. Как же я могу отдать то, чего у меня нет? И Кур'ан надо читать как тааббуд, как поклонение Аллаху. И после чтения Кур'ана можно молить Аллаха, возносить мольбу, чтобы он принял этот вид поклонения. Ахахатуллах. Звезды. Продолжение следует...